здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала снова я в секонд-хенде и сразу вот увидела вот такую красивую вещь вот очаровательным флакон прелесть я бы с удовольствием его купила посмотреть какие вставки вот из цветного стекла в виде сердца чудесная чудесная работа смотреть какие розы но не было хозяйки магазина а в прошлый раз я с ней договорилась что я что-то принесу из дома и поменяю на равноценное то есть не будут покупать а сделаю такой бартер но и не было в магазине вот ничего муж сказал что через два-три дня на будет очень красивый шкафчик с открытыми полками я давно хочу такой я следующий раз узнаю если продается это шкафчик он довольно неплохом состоянии можно довести его до ума и выставить там моей коллекции вот эта посуда вроде красивая такая она броская уже почти год здесь посмотрите вот эта лепка никто не покупает у нас не в моде сейчас они многие вот я на marketplace когда захожу вижу многие многие продают ее избавляются бывает так найдут и они своего хозяина наверное здесь вот такие красивые чашечки кофейные в глубине там и блюдце их были но не стала это все трогать а на этой полке посмотреть какая замечательная веселая коллекция корол прелесть просто кто-то собирал именно эту тематику и вот вся эта коллекция человек оказалась здесь посмотреть какой красивый молочник в виде открытого пакета с молоком и написанное в эти молоко смотрите какие веселые коровки бывает же разные коллекции бывают кто-то видите такой тоже собирал интересно всегда смотреть на чьи-то коллекции вот хорошая такая интересная вот скульптурная группа в эту птицы это румыния я потом повернула посмотрела а вот эта тарелка она очень старинная она из металла а на этой полке чего только нет но вот что мне понравилось здесь вот эти ну великолепные стаканы высокие тонкие нежные гравировка красивое состояние хорошие хоть они и пыльные два стакана я хотела их купить опять-таки для этого нужна была хозяйка а ее не был а у мужа даже не стала спрашивать цену остатки сервизов пепельница а вот тут я обратила внимание вот на эти яркие цветы и это что ну правда красиво да люблю такие яркие рисунки как-то создают вот вот ощущение такое приятное радостное ощущение какой там как будто солнце больше стало в комнате написано там что это ручная роспись попыталась там прочесть только это и поняла что это ручная роспись вернем хотел вернуть но нет не получилось пусть она будет здесь на виду он это что в будет на виду кто-то обратит внимание сувенир из румынии деревянные фарфор 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 золотом без золото вот такая этажерка с красивой тарелочкой рельефный и вот такие здесь вот чашки очень красивые фарфор чудесные написано шмидт бразиль бразиль бразильский фарфор правда нежный рисунок нежный розовый такая веточка красивая но нет к ним блюдец а так состояние очень даже хорошие а здесь дальше в продолжение идут супницы разные с геометрическим рисунком с золотом без золота и на этот раз все с крышками и крышки замотаны вот скотчем чтобы не упали не разбились нерадивыми покупателями разные формы разной высоты керамические фарфоровые мне понравилось вот это классическая такая белая белый фарфор золото и ничего больше и формы красивые а вот это вот это в ребенка д.р. это я точно знаю мне все время попадаются из этого сервиза какие-то части мне кажется у меня есть даже вот чайник этой фирмы вот чудесный чудесная сделана в италии посмотрите на эту это керамическая ваза мне очень нравится итальянская керамика какие нежные цвета не яркие желтый цвет нежный розовый нежные такие пастельные коты ну не броские прелесть тарелки цены конечно вот такие очень страшные но в итоге когда торгуешься от цену можно сбить можно всегда договориться а вот эти тарелки держишь руках вот и чувствуешь какой великолепный фарфор качественный мне это написано сделано в германии я думаю это современные фарфор который подходит для посудомоечной машины тоже много керамики разной израильской не израильской из разных стран а на этой полке много разных фигурок скульптур но я не думаю что здесь есть что-то ценное я думаю столько людей уже рассматривали те кто разбираются понимают здесь китайские в лучшем случае современные китайские лучшем случае и японские и вот например как это из целые сценки на некоторые смотришь вы знаете не такие грубые вот есть и нежные тоже есть и вот вид там даже визуально понятно что это хорошая работа видно что и не очень хорошая работа кто знает может есть хорошо поискать можно найти что-то стоящее но мне на это не было времени да и не собираю я их хотя у меня собралась уже неплохая коллекция фигурок хороших красивых от свекрови что-то что-то я купила как-нибудь вам покажу обязательно жених и невеста там две пары и судя по вот основанию я думаю наверное винтажная пара а здесь здесь машинка швейная здесь ну куда же без них без матрешек я думаю на рынках европы тоже много сувениров из россии на этой полке фигурки все в основном вот бело-голубой бело-голубые сидят она так скажем и судя по лицам так я так понимаю что вот лица нет а сделано в китае написано вот там глубине я думаю были японские просто решила общий обзор вам показать вот приемник но я думаю что это современные сделаны в ретро стиле многие хотят вот как декоративный элемент дома что-то такое иметь посуда для хранения красивая недорогая кстати и с красивым таким с такой красивой золотой росписью тоже для посуды для хранения чай здесь базилик вот такая красивая стеклянная курочка вот кубики мне понравились вот вы знаете стеклянная внутри вот здесь какой-то камень а здесь такое что-то на колючку похоже наверное целая серия их а вот это действительно старый приемник видно ну очень уже такой старый обшарпаны вы знаете как-то я с ними разговаривала и они мне сказали что к ним очень часто приезжают с телевидением люди как значит когда снимают какие-то сериалы интересную да да сумочка кошелек когда снимают сериалы и когда хотят воссоздать какую-то эпоху вот квартиру комнату нужны же вещи из той эпохи и очень часто говорит приезжают покупают и даже она назвала мне один фильм израильский где вот почти вся обстановка была из этого магазина вот еще здесь полки с фигурками вот я думаю вот вот эти фотографии вот такой маленький альбом грустно бывает когда видишь конечно вот эти вещи как раз могли бы служить декорации для таких фильмов вот полка с вазами разными сказать правду ну особо интересного я не нашла от какие такие у ну исключительные вазы я стараюсь я покупаю мало сейчас но стараюсь покупать очень красивая и вот такое но более-менее ценное но все равно я решила вам показать вот это стеклянная ваза очень тонкая и нежная это италия с золотой росписью такой рисунок такой где много золота просто решила небольшой вот такую экскурсию по этой полке сделать вот керамическая ваза а это стекло этой вазы такое впечатление что вот какая-то ткань напоминает мне вот шифон что ли не знаю что-то напоминает мне он сказал что есть очень много новых вещей но опять таки когда будет его жена то есть которые они еще не разложили я надеюсь следующий мой приход сюда я найду много нового и заодно отнесу кое-что поменяю на на вещи которые мне понравились вот такой кувшин с видами какого-то города подсвечники с ручками а вот здесь полка самоварами и вот обратила внимание на надпись подошла поближе о на русском языке дорогому якову серафимовичу честь 50-летия счастья здоровья вот долгих лет жизни приятного аппетита семья веселовых по моему да написано и понятно что вот это давно раз здесь уже вещи оказались что яков серафимович уже не с нами и ну короче не будем о грустном посмотрите самовары одинаковые формы круглые здесь остаток видите росписи но у всех разные краники очень интересные разные а так приблизительно похожи ну в основном они не используются же правда как украшение занимает место но надо понимать людей а здесь в этой комнате я увидела три коврика очень красивые каждый из них красиво по-своему это откуда-то из таиланда или не знают ну здание вот востока привезена с китая ли с японии вот это декоративные коврики видимо для вешают на стену здесь и вот еще один коврик тоже очень интересные панно это больше панно вот так стены тоже не пустуют много всего используется каждый сантиметр светильники разные марокканском стиле такие с плафонами виде меча и даже в виде игрушек много всего вот увидела два таких очень красивых подсвечника тоже решила вам показать вот кобальтовые такие мне кажется там написано первый сорт если не ошибаюсь я думаю вот есть клеймо но я мне клеймо не знакома не нашла красивые такие в хорошем но почти новые как выглядит как новые вот два таких высоких подсвечника и сразу заметил это чайник ну конечно советские дружковка я потом повернула без камеры вот это вот деревянная такая коробка раздвигающиеся для швейных принадлежностей еще такая вот смотрите как она вверх красиво сделан разрисован для для швейных принадлежности и для чего-то другого каждый сам решает они кстати хорошо продаются здесь вот все что хотите вот понравился метод набор знаете такие наборы вот и хорошенько конечно почистить его вот они так красиво смотрятся в серванте как где их не используют просто для декоративных целей но очень красиво ли на каком-то столике маленьком прошлый раз я видела это панно с птичками вот тогда не купила сегодня вот опять посмотрела вот так жалко вот вы как представила да что вот сколько времени ушло на вышивание этого панно какие птички какая работа хорошая целый грязная грязная панно но целая тоже наверное следующий раз я возьму у меня как-то есть несколько коллекций не которые не планировала не сознательно собирала они собрались у меня вот вышивки у меня собирается уже есть даже что показать вам вот я наверно куплю это панно добавлю к этой коллекции посмотрите какие вазы кувшины вазы и очень вот ну просто великолепные очень красивые коллекции здесь есть машин вот на этой полке деревянные модели на этой полке вот такие жестяные ну настолько старинные они туристический автобус открытым верхом такси вот они такие детально сделаны они не маленькие большие очень красиво знаете смотришь изучаешь интересно познавательно очень красивый здесь коллекция машин здесь маленькие поменьше вышла во двор вот на свежий воздух и по дороге машине решила поснимать немножко так двор столик вот это шкафчик добротный хороший шкаф целый и вот на этом хочу попрощаться с вами спасибо вам за просмотр спасибо вам за лайки подписывайтесь поддерживайте канал всем хорошего